Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Сербии до Японии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гоздик. Между стульев, как Сербия лавирует между Россией и Западом. Насколько сильны пророссийские настроения, скрытые явные в сербской политической элите и среди рядовых граждан этой балканской стороны? Можно ли называть Сербию прокремлевским форпостом в Европе – базой для российской шпионской пропагандистской сети? Почему Белград не присоединился к санкциям ЕС в отношении Москвы, хотя это полностью расходится с политикой Евросоюза, в которой Сербия так хочет вступить? Насколько отношения Сербии и сербов к войне, к России, к россиянам и российскому вторжению в Украину до сих пор определяют старые исторические мифы, а насколько сегодняшние реалии? Велика ли на Балканах вероятность нового большого конфликта и какую роль в его разжигании может сыграть Москва? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Несколько дней назад Госдепартамент США и Американское министерство финансов совместно ввели санкции против ряда высших сербских должностных лиц с целью, как было заявлено Вашингтоном, ограничить влияние России на Балканах. Западные чиновники, политологи и журналисты в последнее время регулярно предупреждают, что, судя по имеющейся информации, Москва продолжает расширять свои тайные операции по дестабилизации Балкан, и в первую очередь для этого она в разных формах использует Белград. Цитата. Это заявила Ребекка Кофлер, аналитик американской военной разведки и автор довольно известной книги «Сценарий Путина» «Путин's Playbook». И еще один факт. В начале ноября американский журнал Foreign Affairs опубликовал обширное исследование под заголовком «Второй фронт России в Европе». Там четко говорится, что инциденты на границе Косова и Сербии в последнее время, цитата, выходят за рамки привычной напряженности и свидетельствуют о растущей угрозе, которую представляет для региона Россия, партнер Сербии. Так в какой степени все это может оказаться правдой? Мой сегодняшний собеседник – коллега-балканист Андрей Шарый, журналист и политический обозреватель «Радио Свобода», также автор ряда книг и исследований, посвященных политическим процессам и новейшей истории Балканского полуострова. Действительно ли Сербия в целом такая страна, которая сегодня, страдая от многих внутренних бед, от нерешенной, главной для нее внешней проблемы, то есть вопроса соседнего Косова, ведет странную такую противоречивую внешнюю политику? То есть пытается усидеть на всех стульях, сохранить хорошие отношения и с Западом, и с Европой, и с Россией, и с Украиной, и поэтому выходит у нее это все чаще неловко? Или я ошибаюсь? Больше, я думаю, все-таки ошибаетесь. Во-первых, Сербия решает многочисленные вопросы и не менее важные, чем вопрос соседнего Косова. Это вопросы определения геополитических координат страны, вступления в Европейский Союз или заключения окончательного союза с Россией. Босниско-сербский отпрос не менее важен, чем вопрос Косова. С другой стороны, политика многовекторная, довольно успешная на самом деле у Сербии, и при довольно националистическом правительстве или пребывании власти Александра Вучича на протяжении уже более чем десятилетия страна умудрилась не растратить отношения с Европейским Союзом, наладить отношения с Китаем, не поругаться с Россией и получать от этого некоторые преимущества. То есть из каждой из этих корзинок она какие-то фрукты достает. Эта политика, она сама по себе половинчатая, она не может быть стопроцентно успешной, поэтому тут ожидать чудес не приходится. И это, в общем, ведь традиционная политика для Белграда. И маршал Тита вел себя именно так между Востоком и Западом. И, по крайней мере, четверку-то вот еще можно за это поставить. А внутри правящей верхушки сербской существует некая единая позиция по ключевым вопросам внешней политики? Ну там от ЕС до Косова, войны в Украине и так далее. Или там подковерная борьба сил, и она иногда вылетает наружу? Есть и то, и другое. В целом, два ключевых партнера правительственной коалиции, которые вот уходят в отставку сейчас, но я думаю вернутся в парламент. Это партия, которую контролирует Александр Вучич, сербская прогрессивная партия, и партия, которую контролирует министр странного дела Витца Датчич, это социалистическая партия, бывшие коммунисты. Они контролируют и свой партийный аппарат, и во многом ситуация внутри этой правящей коалиции. Здесь тоже ничего особенно нового нет. Такая ситуация десятилетиями уже на сербской политической сцене присутствует. Сбой был только вот с арестом Слободана Милошевича, но в основном эта расстановка сил довольно характерная. Недавний уход добровольный Александра Вулина с поста главного контрразвежительного агентства Сербии, который ушел, в общем, по указанию Александра Вучича. Он был фигурой, которая не устраивала Вашингтон. Он ушел, не стал устраивать из этого скандал, а мог бы, потому что за него стоят такие ультраконсервативные силы, пророссийские в том числе силы. Пользовался поддержкой в Москве, поэтому мог бы устроить Димарш. Но не устроил, это означает, что Вучич в достаточной степени контролирует ситуацию внутри партии, внутри правящего класса. Но Александра Вулина, вот этого ушедшего в отставку главу главной сербской спецслужбы, называли, как я неоднократно читал, русофилом номер один в сербской верхушке. Отсюда такой вопрос. Ну, Сербия в 2022 году, конечно, как почти все, подвержала главную резолюцию ООН с требованием немедленно вывести российские войска из Украины, но ни к каким санкциям Белград не присоединился в отношении Кремля к санкциям Евросоюза, я имею в виду. Но при этом это же полностью расходится с политикой ЕС. Куда вступить Белград хочет очень? Это его стратегическая цель. Это обосновывается, опять же, особенностями и сдержками той половинчатой или многовертной политики, которую проводит Белград. Тут тоже логично все вытекает из тех целей, которые заявливает откровенно белградское руководство. Александр Вучич и в том и в другом случае просил понимания и у европейского руководства, и у руководства России. То есть он говорит Брюсселе, ну вот извините, вы же понимаете, что мы сидим на российском газе, мы не можем полностью отказаться от поставок энергоносителей. За кулисами, так сказать, при закрытых дверях он говорит, у меня есть пророссийская партия, своя внутренняя, то есть мне нужно как-то с ними работать, поэтому сильно не душите меня. Примерно то же самое он говорит или его представители, тот же Вулин, говорили в Москве. У нас вот такая ситуация, у нас есть проевропейская оппозиция, вот это мы можем, а это не можем. Весь Белград, он в муралах, знаете, Косово это Сербия, а Крым это Россия. Это я сам видел такие вот штуки. Давайте уж откровенно, насколько сильны пророссийские настроения, скрытые и явные в сербской политической элите? Особенность отношения Сербии к России исторической, это то, что эта небольшая сторона всегда пыталась и часто добивалась каких-то своих результатов, пользы для себя из отношений с Россией, кроме пропаганды и разговоров о том, что нас, русских, 300 миллионов. В общем, Россия-то редко от этого получала какие-то уступки. Есть часть, так сказать, улицы сербской, нижние, малообразованные, как правило, слои общества, всякие военные ветераны, которые до сих пор питаются вот этой идеей православного братства, люди, которые готовы принимать там русских казаков, которые формируют отряды, которые едут в Донбасс воевать и там в Крыму действовали. Есть даже партия, у которой лозунг официальный от Аджбина Сербия Майка Русия, значит, Отечество Сербии и Мать Россия. Это все-таки маргинальные такие настроения. На самом деле, большая часть сербских таких умных политиков, это прагматичные люди, которые пытаются устраивать отношения, балансируя. И я не думаю, что этот вектор политики очень там является каким-то преобладающим. Другое дело, что будучи в Белграде, глядя оттуда с белградской лавки на то, что происходит, может быть, такая политика и представляется наиболее оптимальной для сербского класса, потому что, еще раз повторяю, российская поддержка во многом обеспечивает им и возможности маневра на переговорах с Европейским Союзом, потому что финансовые помощи Европейского Союза, преференции, которые получает Белград от ЕС, они во многом связаны еще и с тем, что в Брюсселе тоже понимают, что отпускать Сербию, то есть если напугаешь их, они уйдут в Россию вообще, то есть тоже в Брюсселе этого не хотят. Это вот мы о политиках говорим, а что касается общественных настроений, вот только ли сербские националисты, вот эти военные ветераны, всякие радикально правые, традиционно ходят на эти митинги с портретами Путина, с флагами России или все гораздо глубже и, как всегда, уходят в какие-то исторические мифы. Мой опыт такой личного общения с моими сербскими знакомыми многочисленными, он такой, что, конечно, латентное русофильство такое бытовое, оно присутствует в Сербии и понятно, что, как правило, русский человек, я не уверен, что это сейчас стопроцентно правильно, потому что русских очень много стало в Сербии, видимо, относятся по-разному к этому, но, в общем, особенно, если ты приезжаешь в сербскую глубинку и там узнаешь, что это русские, то, конечно, тебе наливают сразу первым делом. В Белграде, например, и что меня удивило, когда я в конце 80-х, в начале 90-х начинал заниматься балканским регионом, например, там же никогда в школах не учили русский язык, в том числе и там магазины русской книги какие-нибудь или такое вот русское, какое-то такое влияние, связанное с русской культурой, там оно совсем другое. В последние годы этого стало больше, там в Белграде, например, есть памятник Николаю II, там, конечно, работают сейчас всякие русские культурные центры, посольство превратилось в шпионский центр и в центр распространения русской культуры и русского мира, потому что сфера влияния России стягивается, она ограничивается фактически Сербией, там, я не знаю, ну, отчасти Македонии, может быть, чуть Болгарии, да и то с этим вопросы значительные. Понятно, что концентрация такая вот происходит, но с исторической точки зрения, еще раз вернусь к этой параллели, все совершенно, все не так однозначно, как любят сейчас говорить. Я бы не сказал, что Белград это такая прямо вот прорусско-ориентированная столица. Есть и нужда в том, чтобы быть прорусскими, им важно Косово, это важно, вы упомянули это в самом начале, им важно сохранить хотя бы иллюзию того, что они борются за Косово, они понимают, что без российской поддержки это сделать нельзя, поэтому тоже тут волен-то ноленц. Вот вам, Андрей, такие вот данные. Спустя более чем полтора года после начала войны в Украине большинство сербов по-прежнему считают, что Москва не несет ответственности за вторжение. Вот такие данные я нашел соцопроса, который провела и опубликовала одна сербская неправительственная организация. Целых 66% респондентов были уверены в том, что в начале войны в Украине однозначно виноват коллективный Запад, и только 21% ответил, что Россия. Но ведь наверняка в Сербии есть и очень мощные антироссийские политические силы и движения, которые должны однозначно поддерживать Украину. Есть широкая такая сеть гражданских организаций, которые однозначно выступают за европейское будущее Сербии, и это значит стопроцентно, что они поддерживают Украину, выступают против российской военной агрессии. В последний год они организованы вокруг широкого движения, которое называется «Прекратим насилие», и это такая широкая полуполитическая структура, которая выходит сейчас и на новые выборы, как раз вот под лозунгами прежде всего «внутри политической безопасности». Вызвано это и название самой, и последняя широкая кампания демонстраций в Белграде и других городах с двумя ужасными случаями бытового насилия, стрельбы в сербской школе и на улицах Белграда. Там погибло пара десятков человек, и это стало таким, как модно говорить сейчас, триггером, который спустил эту кампанию антиправительственного протеста. Но политический лозунг – это Сербия в Европе. Всегда эти настроения были характерны. Я помню, что в конце 90-х годов, когда были крупные антимилотшевические демонстрации, тоже они проходили под лозунгом «Белград – я свет», «Белград – это мир», то есть люди, как бы, ориентированные в сторону Европы. Нужно в то же время понимать, что сближает Сербию и Россию. Сербия – такое же травматизированное, травматичное общество, как российское. Эта страна потеряла большую часть своих территорий, эта страна была поражена в военной операции НАТО против Югославии в свое время, и эти травмы не зарастают очень быстро. Более того, пришло новое поколение, прошло 20-30 лет, и вот вам список новых сербских героев, скажем, в одной из партий, в социалистической партии Евицы Дачича на третьем месте в избирательном списке внук Слободана Милошевича. Милошевичу этим летом открыли памятник Москве, там был сын его Марка, который давно уехал, там его обвиняют во всяких преступлениях, прегрешениях, он живет в Москве давно, но политически никак себя не проявляет. Внук появился тоже, он Марка появился в избирательном списке. Другой партией, сербской радикальной партии, руководит сейчас сын Вояслава Шешель. Александр Шешель, Шешель это один из самых, так сказать, таких злых военных преступников, популярен по-прежнему генерал Младич, уже покойный, вы упомянули иконографию националистическую, вот один из главных сербских героев сейчас там. Это что все означает? Эти волны, они уходят и приходят. Вот они в 2000-х годах, после того, как смели режим Милошевича, там была такая демократическая мягкая эпоха, они пытались строить демократию, там тыры-пыры, 10 лет подержались, потом потихонечку все стало спускаться опять в национализм. И сейчас вот этот цикл политический, он проходит как раз очередную свою стадию, когда сыновья героев проигранных войн, они вновь выходят на политическую поверхность, они же проецируются все это на то, что было 20-30 лет назад. И это, конечно, дает еще один такой толчок к росту таких вот такого рода настроений, реминесценции о том, что мы потеряли, о былом величии, о сербской роли. А учитывая, что это православная цивилизация в целом, такая же, как русская, то нужно понимать, что и вопрос исторических мифов, и православной культурной этики, он тоже играет свою роль. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с моим коллегой-балканистом Андреем Шаром мы к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотры Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром продолжаем разговор о внешней политике Сербии, особенно в отношении России и Украины, и об активности Москвы на Балканах. Это мы о сербской с вами говорим, исторической политической культуре, о мифах и так далее. Давайте с другой стороны зайдем. Известный российский журналист, расследователь Роман Доброхотов тут заявил, Путин рассматривает Сербию почти как Беларусь, полунезависимую такую вассальную страну. Похоже на правду? Ну, заявление коллеги, конечно, публицистическое, а не политико-аналитическое. Россия, она воспринимает Сербию как один из основных экспонентов своей политики сейчас на Балканах. Таких стран немного в Европе, несмотря на существование Венгрии, там и Словакии в последнее время. Сербия очень важна, важна и как политический союзник, важна как демонстрация того, что не все Россию бросили, важна как очень выгодная стратегическая точка для военно-разведывательной деятельности. Москва себя так и ведет, и в Белграде знают, в Белграде тоже понимают, что они связаны одной цепью с Россией, что никуда от этого не деться. Расширяется присутствие в центре по чрезвычайным операциям в нише, который, вероятнее всего, превратился в довольно крупный разведывательный центр. Сейчас я был там в свое время, никуда меня не пустили, естественно, там забор такой, огромная территория, ангары какие-то. За сотрудничество с Россией нужно чем-то платить. Конечно, у Сербии есть своя национальная гордость и понимание независимости страны, и, конечно, это далеко не Белоруссия в отношениях с Москвой. Андрей, а что можно сказать лично о сербском президенте Александре Вучичи в этом отношении? Особенно, если судить не по его только заявлениям, а по конкретным поступкам. Сразу, вот что называется, закинуло. Было расследование Балканской службы нашей корпорации о том, что Сербия вовсю поставляет в Россию под санкционные технологии двойного назначения. Там с февраля 22 года на сумму более 71 миллиона долларов. И при этом сам Вучич чуть менее года назад заявил, никто никогда не обойдет санкции против России через территорию Сербии. Те, кто Вучича не любят, они говорят, что он мимикрирует, что он такой хамелеон, что он начинал в партии Милошевича, что, правда, все, выстроил свою политическую карьеру. Те люди, которые его поддерживают, они говорят, что это опытный политик, хитрый по-хорошему, который для того, чтобы национальные интересы страны своей каким-то образом удовлетворить, значит, способен играть на многих полях, приспосабливаться к меняющимся политическим обстоятельствам. Правозащитные организации, международные и всякие аналитические центры относят Сербию сейчас к категории стран, которая называется электоральная автократия. Это означает, что там есть режим фактически личной власти, там есть злоупотребление со стороны правящего класса, и конкретно Вучича, поскольку он, конечно, вождейского типа политик. Но в то же время эта сторона, где есть определенный простор для демократической деятельности, выборы там всегда проходили относительно свободно, это тоже одна из характеристик развития исторического Сербии, даже в самые такие тяжелые времена Слободана Милошевича, выборы всегда представляли угрозу для власти, да и, собственно, убрали Милошевича от власти посредством демократических выборов в авторитарной стране. Поэтому вот эта возможность для демократической смены власти остается. У Вучича и его сторонников есть, конечно, лимиты дальше, которых их сербская политическая система не пустит. Он продукт причудливого, половинчатого, демократического авторитарного развития пост-югославского общества последних трех десятилетий, но отказать ему в харизме, отказать ему в верткости, в умении приспосабливаться к обстоятельствам действительно нельзя. Я вспомню одну смешную ситуацию, когда Дмитрий Рогозин был начальником Роскосмоса. Вучич один раз приехал в Москву, ему показывали там достижения российской космической науки. Показывали, как собачка будет летать в космос и засовывали его в такую колбу с водой. При этом собака невероятно сопротивлялась и чуть ли не кусала человека в белом халате, который засовывал ее туда. Камера взяла лицо Вучича. Человек в ужасе был. То есть просто это человек, который приехал в великую православную страну, а там ему показывают трагикомическую ситуацию, связанную с братьями нашими меньшими. Он умеет держать лицо вообще. А тут не хватило силы. Мне вот я тогда подумал о том, что действительно этот человек, может, и через себя делает многое из того, что он делает, поскольку вот так ему показывают, с какими людьми ему нужно быть партнером. В Сербии ведь большое событие приближается. Досрочные выборы, намеченные на 17 декабря, они что-то радикально в сербской внешней политике могут изменить? Думаю, что нет. Просто это узкий коридор, который связан с тем, как эта внешняя политика формировалась в последние десятилетия. Не исключена, как будто из того, что я вам говорил, победа оппозиционного блока. Сейчас последний вот опрос я смотрел, они проигрывают там типа 46 на 42. Но посмотрим, как все будет. Дело в том, что частые внеочередные выборы, это еще одна традиция сербского политического пространства, которая традиционно очень раздроблена. В этой маленькой стране больше 40 политических организаций, которые заявились на участие в выборах. Помимо там разных сателлитов, с которыми могут договариваться, как-нибудь венгерская партия или партия косовская, албанцев, которые живут на юге Сербии, мусульман с ними, там договариваются и те, и другие. Но основных вот таких крупных сил это две. Это вот союз большой коалиции, которая под зонтиком собрана, прогрессивная партия Вучича и социалистическая партия Дачича. И вот эта широкая коалиция Сербия против насилия, куда кто только не вошел. И радужные организации, и экологические, и зеленые, и такие, и сякие, и чуть-чуть православные, и ультрадемократы. Слабость этой оппозиции в том, что их очень много. И там объединиться, договориться, как правило, бывает сложно, но там появляются новые интересные очень политические лидеры. И я совершенно не исключаю, что по итогам этой избирательной кампании, ну, назовем это так, очень широко, такой демократический фланг сербской политической сцены, он окажется более крепким, чем сейчас. Андрей, вот вам еще одно заявление яркое. Пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский сделал вот такое заявление. Цитата. «У России длинный план. Сперва Ближний Восток, а вторым регионом для отвлечения внимания будут Балканы». Конец цитаты. Ну, то есть, по словам Зеленского, Кремль будет очень много делать, чтобы страны Балканского полуострова вновь как-то начали воевать друг с другом. Ну, или какое-то большое обострение, конфликт там опять начался. Насколько серьезно к этим словам можно относиться. А Балканы, банальную вещь скажу, пороховая бочка Европы, противоречий там более чем достаточные. Если какая-то серьезная политическая сила начнет играть на этих противоречиях, то регион может соскользнуть в какое-то подобие войны. Сейчас мне кажется, что никто в этой войне не заинтересован из местных политических игроков. Ни Касовары, ни Боснийцы, ни Сербия. Никому это не нужно. Поэтому, если не будет какого-то очень большого, сильного раздражителя со стороны, то я надеюсь, этого не произойдет. Другое дело, что Москва периодически играет на повышение ставок. Я вспомню заявление посла Российской Федерации в Белграде Александра Бацана-Харченко о том, что Россия вполне может вести свои войска для защиты сербских интересов на юге Сербии. Я Сашу Бацана-Харченко очень хорошо знаю. Он начинал быть российским дипломатом. Когда я начинал быть российским журналистом, он был абсолютно вменяемый, толковый, очень знающий эксперт. В нашем эфире многократно выступал. Он не может не понимать, с каким огнем он играет. Очевидно, если давление или какое-то одурение от общей российской внешней политики. Я не думаю, что в Сербии найдутся горячие головы, которые позволят сейчас российскому контингенту защищать сербские интересы на границе с Косовым. Я представляю, что из этого может получиться. Напомню, что такие попытки были уже в 2000 году, как раз когда, или в 99-м, когда был конфликт Югославии и тогдашней, и НАТО. Там под командованием полковника Евкурова российские десантники совершили марш-бросок через всю Сербию. Это российские миротворцы. И заняли аэропорт Слатина, в причине которой тогда еще контролировалось Югославией. Это была пропагандистская акция, за которой, как казалось, не стояли никакие ни политические, ни военные интересы. Десантники эти потом оттуда ушли. И, в общем, кроме вот этих кадров бронетранспортеров, с развивающимися российскими флагами, которые встречают их там сербские братья, ничем это не закончилось. Поэтому это во многом, очень, конечно, история пропагандистская. Но любые такие заявления в нынешней ситуации только безответственными можно назвать. Я встречал еще одно исследование. Его провел и опубликовал немецкий журналист и политолог Томас Брай, который долго работал корреспондентом немецкой волны в Белграде. Там говорится о том, как вольготно себя в Сербии чувствуют российские пропагандистские каналы, ну, Арти Балкан и Спутник, в частности. Они как удачно там распространяют, в общем-то, не только нарратив официальной политики Кремля, но вообще представление о Сербии как о жертве некоего вечного и колоссального заговора со стороны Запада. И все это ложится на очень благодатную почву. Вот вы сами имели, так сказать, удовольствие в кавычках наблюдать все это дело? О да, это правда. Сербия является объектом очень мощной российской информационной атаки. И ничего такого хорошего по поводу того, что делает РТ Балкан и Спутник, я сказать, профессионально не могу. И сербские власти вынуждены это позволять. Я думаю, что это вот одна из тех вещей, которыми Вучич платит Москве за какие-то преференции и вот в это его выстраивание баланса между Европой и Москвой. Присутствие этих информационных источников, оно является обязательным и важным для Москвы. Конечно, Сербия инфильтрована русскими агентами и добровольными, и профессиональными, и посольство укреплено за счет дипломатов, которые были высланы из разных стран. Понятно, что у них под пиджаками, у этих дипломатов. За более-менее прошлый год, там чуть больше, через Сербию проехало 370 тысяч русских граждан. Релаканты, нерелаканты. Община русских с постоянным видом на жительство, россиян 30 тысяч. Понятно, что это совершенно разные люди. Это люди, потому что они просто приехали в демократических там, какие-нибудь российские освободительные движения там существуют, например, в Сербии. Это люди, которые приехали, потому что просто легко легализоваться там, относительно можно жить и получить разрешение на работу. Есть люди, которые бежали от мобилизации, есть люди, которые просто уехали, но есть очень многие люди, которые наверняка приехали по заданию. Одна из особенностей этой страны, там, в общем, вольготно и комфортно чувствуют себя очень многие. И там каждый себе найдет, что хочет. Кто за демократическую Россию, прекрасную Россию будущего, будет тусоваться со студентами, а по соседству в кофанах традиционных сербских будут сидеть, значит, сторонники русского и сербского братства и под портретами тетников там, значит, выпивать раки и тоже чувствовать себя очень комфортно. Напоминаю, что это было мнение моего коллеги-балканиста Андрея Шарова, знатока Сербии, автора ряда книг и исследований, посвященных политическим процессам и новейшей истории Балканского полуострова. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify до Apple Podcasts или Google Podcasts. Ну, конечно, и на нашем сайте свобода.org в разных аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах. Звукорежиссер этого «Атласа» Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова